Не так давно это необычное искусство стало популярным. Кто мог подумать, что мыловарение сможет по-настоящему завоевать сердца тех, кто хоть на минутку попробует погрузиться в это творчество. Елена Романова, пожалуй, единственный профессиональный маловар в нашем городе. Но, несмотря на это, она тщательно готовилась к своей выставке и заметно волновалась. Я очень рада, что меня пригласили на выставку, что я могу показать всем свое творчество, свой ассортимент, что мыло бывает не только простым прямоугольным куском, а может быть в форме и малыша, в форме бутерброда. И я хочу вам преподнести подарочек небольшой вашей телекомпании. На открытие выставки «Мыло ручной работы» пришли самые близкие люди Елены, ведь моральная поддержка родных – это самый важный аспект. Также в городскую библиотеку, послужившую местом для выставки, пришли и поклонники творчества Елены, которые выразили маловару огромную благодарность. От лица ваших благодарных клиентов подарить вам тортик, он тоже ручной работы. Спасибо большое. Творческих вам успехов. Простите, радуйте нас. Спасибо. Также приятным сюрпризом для Елены стали стихи, специально подготовленные для нее сотрудниками библиотеки. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, От мира целого ты далека, И все твое от неизбежного, От неизбежного твоя печаль, И пальцы рук неостывающих, И дикий звук неунывающих речей, И вдаль твоих очей. Для выставки Елена подобрала коллекцию мыла самого необычного дизайна, экзотические цветы, душистые мандарины и даже портмоне для настоящих мужчин. Все это может стать оригинальным подарком к Новому году. Также Елена подготовила для нас эксклюзивный сувенир – набор мыла с логотипом нашей телекомпании. Елена Романова по-настоящему любит то, что делает, а это главный залог ее успеха. Ее первая выставка стала достойным творческим дебютом. Мы желаем Елене успехов, новых идей и как можно больше вдохновения.